Всем бонжур, мои жу-мапель! И сегодня мы продолжаем реакцию и погружение в творчество Милен Фармер, которое я еще не слышал, а именно с продолжением реакта на треки с альбома Blue Noir. И сегодня в этом видео я буду делать реакт аж на две. Песни по причине того, что мне уже... В общем, в моем канале, кстати, подписывайтесь, канал в Телеграме. Тоже есть ссылка внизу. Донесли мне, в общем, о том, что следующая песня под названием будет одна из самых скучных песен у Милен Фармер. Поэтому я подумал сразу же убить двух зайцев и послушать еще песню с интересным названием Мефедрон. В общем, я... Это не я, то есть я никакого к этому отношения не имею и не имел. Вот. Перейдем, как я начну реакцию. Хочу сказать, что у меня есть Boosty. Ссылка на него находится внизу. Там выходят полные версии реакции. Также видео, которое я не могу по причине авторских прав загрузить на YouTube. Также там есть эксклюзивный контент. Еще, если вы хотите мне помочь выбраться из долговой ямы микрозаймов, да, я признаюсь, лошара. Вот, в них я уже с 2017 года и все никак. То внизу есть ссылка на донаты, если хотите. Также внизу есть ссылка на карту. В общем, буду рад вообще любой копейке. А мы начинаем. Что, сейчас спать уже, да? Сразу же или что? Потому что мне прям сказали и не один, что типа Егор, нет. Ну, такое пока чил. Чил из Бершки. Вот. Либо региональный канал рекламы стальных дверей. Я пытаюсь в вайп как-то влиться. Я клянусь, я сейчас с абсолютно холодным разумом слушаю эту песню. То есть, я имею в виду, меня не подговорили. Знаете, что мне напомнило? Песню моей любимой Ларин под названием Dreams из ее альбома Райт. Очень похож вайп. Очень. In my dreams. Что? Ну, эта песня получше. Предыдущая, какая там была с длинным этим названием. Вообще, да. Тут есть какой-то ностальгический ва... Ностальгия всегда. Путаю слово. Ностальгия и меланхолия. Меланхоличный. Знаешь, что это? Это опять же закат. Это опять же пустая дорога. Будет прям... Да. И дачка. Ты едешь. И вот это. В очках в Рейбанах. Ну, ну... Вы должны ощущать этот вайп, чтобы его понять. Как-то вот... Блин, мне нравится. Даже как-то немножко грустно становится. Вот именно, знаете, не грустно-грустно, а светло-грустно. Ой, мне кажется, на громкости прям вообще зайдет. Ну, это такое. Это песня для настроения. Для создания настроения. Господи. Еле вздохнул сейчас. Да, эта песня, конечно, мут. Вот. И этот мут, я вам уже сказал, это закат, это Америка, это вот эта дорога. Это вот у тебя... Ты просто уезжаешь, куда глаза глядят, и тебе больше ничего от этой жизни не надо. Я имею в виду от старой. Уезжаешь в новую жизнь. Ты не совсем осознаешь, что тебя там конкретно будет ждать. Ну, тебе есть некоторые догадки, что ты остановишься там в каком-нибудь мотеле ночью, что ты знаешь, где он находится. Ты знаешь, что там, допустим, есть кто-то, кого ты знаешь, я имею в виду, в тот город, куда ты... Куда ты... Господи, что-то я... Это, да. Извините, пожалуйста, это уже мой слишком сумасшедший творческий мозг начинает как бы развить все, что могло бы быть в клипе. Заткнусь, да. Заткнусь, а то сейчас это все будет, это может длиться часами. Мне не понятно, почему вы сказали, что это одна из самых скучных ее песен. То есть тот же ревер для меня скучнее. Вот. Может быть, потому что, опять же, эта песня похожа на какие-то песни из Диза Бессанса, которые я слышал в туре 2019-го или в 13-м... В 19-м. Вот. Которые мне зашли, которые с вот этим вот, с Тропикал Хаосом, такой лайт, летний мотив, может быть, а из-за этого еще... Конечно, эту песню я себе не оставлю, потому что она мне не нужна, она будет засорять мой плейлист. Я имею в виду не в плохом смысле, что песня говнища, как вы поняли уже, что я этого не думаю, а потому что врубится она, и я такой, типа, ну, ну, чё, эта песня, окей, дальше чё. Вот. В общем, давайте перейдем к Мефедрон, я уже жду. А вот это показывает, что я слышал в туре, но, естественно, я нихуя не помню. И студийка всегда, как бы, отличается. Мы можем еще тише? Вот я хочу еще. Я хочу, чтобы прям вообще вырубить. Продакшена мало. Очень мало. Я бы, ох, я бы нырнул бы в продакшен под эту мелодию. Она такая даркушная. Она такая мертвая. Она похожа на сатанистов? Нет. Она похожа, знаете на что? Она похожа, если бы у какой-нибудь тети лет 50 умер муж, но она его настолько любила, что ночью откопала. И вот эта мелодия, да? Я понимаю, я опять очень странно мыслю. Ну, я надеюсь, что за это вы меня и любите. Ну, красиво. Ну, красиво, наконец. Мелодия сзади вообще. Я все отдал. Все. Все, что есть, все, чего нету, а нету ничего. Напряженочка. Напряженочка, напряженочка прям. Я, как я понял, здесь был только один куплет и припев. Да? И все, все остальное было жоскулатура. Да? Мне очень понравился инструментал. Как я уже сказал, он мне напоминает именно то, что напомнил. Не буду я это все повторять. Вот. Ну, я, наверное, тоже не буду оставлять эту песню. Да, мне сложно сейчас. Я что-то в последнее время, ну, я не знаю, что мне надо, чтобы я сохранил себе в плейлист что-то. Я не знаю, мне нужно какой-то очень ит-фактор. И не то, что не похожее на все, да, то есть. И не то, чтобы я такой, типа, ой, я это слышал уже. Нет, нужно что-то прям, я не знаю, прям вот, чтобы меня вот крюком под анус вот так. И я такой, а! Да, это оно. Вот. Это не было оно, конечно. Но я хочу сказать, что песня достойная. Песня хорошая. Если она вам нравится, то вкус у вас есть. Ладно. Вот. Ну, это электронщина. Да. Электронщина в стиле Милен Пармер. Такая мрачная, напрягающая. Но не слишком хоррор. Вот так вот. Вот, из двух песен... Ну, из двух песен мне, наверное, больше это понадобится. Блядь. Ну, наверное, эта песня ближе ко мне. Но вот слушая первую, я ощущал прям какой-то комфорт внутри. Вот я реально ощущал то солнце, которое было у меня в голове на дороге. Вот клянусь, вот прям тепло мне было. Мне было радостно. В общем, обязательно отпишите внизу, какая из двух песен вам понравилась больше всего и что вы думаете о них. А также, если вам понравилась эта реакция, то обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой бусти. Также можете мне задонатить, если хотите. И все, до встречи в следующей реакции на Милен Фармер Блю Нуар. Я не знаю, сколько там осталось песен, но... Пока.